Друзья, всем привет! На связи Александр Сенин и мы продолжаем наш курс по основам языка Swift. Сегодня разберем, что такое тип данных Any в языке Swift. Итак, ну в теории все очень просто. У нас, допустим, есть какая-нибудь переменная с типом Any. Что это значит? Это значит, что этой переменной мы можем присвоить теперь абсолютно любое значение. Особенно если она у нас опциональная. То есть, во-первых, поскольку она опциональная, мы можем присвоить ей NIM. Во-вторых, мы можем ей присвоить Integer значение. Мы можем ей присвоить значение типа Float. Мы можем ей присвоить значение типа String. И даже мы ей можем присвоить булевое значение. Собственно говоря, это все определение. Теперь вопрос, куда двигаться дальше и как с этим работать? Значит, первое, что нам нужно научиться делать, это определять, а какой тип данных у нас находится в данной переменной. Для этого мы можем использовать оператор Is. И далее мы пишем тип данных. То есть, вот эта строка сейчас у нас будет проверять. Она вернет нам True, если в AnyVariable находится булевое значение. В данном случае она как раз вернет True. Давайте посмотрим. Да, вот видите, она вам возвращает True. Если в AnyVariable, например, лежит строковое значение, то она нам вернет False. Соответственно, это мы можем использовать в нашем условии. То есть, если AnyVariable is булевое значение, то мы что-то делаем. Например, как теперь привести тип Any к другому типу? Для этого нужно использовать оператор As. Причем здесь есть два варианта, как его можно использовать. Можно использовать оператор As со знаком вопроса. Это значит, что если у нас тип не будет приводиться к булевому, то вот это выражение вернет нам New. Если будет приводиться к булевому, то оно вернет соответствующее значение. То есть, здесь будет новое переменное. Вот так. Здесь будет новое переменное, значение которой будет равно как раз вот этому булевому значению. Причем она будет опциональная. Вот этот знак вопроса как раз на это и указывает. То есть, если я сейчас нажму Option и наведу на эту перемену, видите, у нас будет бул опциональный. Если же я уверен, что в переменной Any находится булевый тип, то я могу здесь поставить восклицательный знак. Тогда переменная бул будет не опциональная. Видите, да? Тогда это просто булевая переменная. Но если у меня в переменной Any Variable будет, например, строковый тип, компилятор у меня это все проглотит, ошибки не будет. Но во время исполнения приложения у меня будет ошибка рантайма. Он скажет, я не могу скастить тип строковый типу булевому. Потому что поэтому вот с такими вещами нужно быть поаккуратнее. Если вы принудительно кастите типы, вот как сейчас, то хорошо бы сделать проверку. Если Any Variable is бул, тогда кастим принудительно. Тогда, видите, все у нас отрабатывает. Собственно говоря, ну сейчас мы просто в этот блок кода даже не попали, потому что она у нас к бул не приводится. Но если мы запустим вот так, то тогда, пожалуйста, мы сюда попадаем. И вот здесь нам пишут, что тип значения false. Собственно говоря, три вещи, которые вам нужно знать. Первое, это то, что в тип данных Any можно, переменной этого типа можно присвоить любое значение. Второе, это как проверить, какой тип данных находится у нас в переменной. Используется это из. И третье, это как привести типы. Для этого у нас используются операторы S со знаком вопроса и S со знаком восклицания. Собственно говоря, домашка. Многие просят домашку в комментариях. Значит, у вас есть, допустим, два словаря. Вот, name и age. Причем вот так словарь объявить вам не даст. Его нужно объявлять принудительно. Да, говорит, что ключами в этом словаре будут элементы стринг, а значениями элементы любого типа. Ну и таких вот персонов у нас может быть сколько угодно. Да, два, три, четыре. Все они у нас лежат в массиве, который называется phonebook. И там у нас лежит person, person2 и так далее. Person3. Задача. Посчитать суммарный возраст всех персонажей в данном массиве. Собственно говоря, весь инструментарий у вас для этого есть. Как пройти массив вы знаете. Как обратиться к элементу словаря по ключу вы знаете. И как привести тип. Собственно говоря, как проверить этот тип и привести его, в данном случае, к самочисленному вы тоже знаете. Все, пожалуйста, вашими решениями делитесь в комментариях. Если что-то не получается, то там же задавайте вопросы. И увидимся на следующем занятии.